МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. Рада вас приветствовать. Сегодня расскажем о главных событиях пятницы, а еще обсудим, что важного было на неделе. А запомнятся эти дни победой в двух регионах губернаторских выборах либерал-демократов. Депутаты Госдумы в скором темпе приняли закон о пенсионной системе. К нам прибыл и погулял по городу полпред Игорь Комаров, а федеральные СМИ отправляли в отставку аримургского губернатора. Тем временем с подозрением на ассальмонеллез попали в больницу клиенты городского кафе, а в одном из детских садов воспитанники заболели серозным менингитом. Сейчас все проходят лечение, а санитарные службы проводят проверки. И в хорошем настроении эти дни воспитатели в детских садах у них профессиональный праздник. А подробнее сегодня вот о чем. Новые подробности в деле студента Даурена Утетляева, которого обвиняют в убийстве преподавателя ОГУ. Приговор не вынесли. Судебное расследование возобновили. Аримуржец долгое время выдавал себя за главного инспектора по охране окружающей среды по Приволжскому федеральному округу. Благодаря бдительному охоту Верда удалось раскрыть обман. Кого суд признал виновным и как наказал за выброс газа под Бердянкой в сентябре прошлого года. Подмахнули быстро и с желанием, не слушая народ. Оренбургские депутаты Госдумы, даже не присутствуя, отдали свой голос за. Горожане с возмущением принимали полпреда, а чиновники тщательно готовили для него первую экскурсию, в том числе по скандальным объектам. Об этом говорим журналистом Игорем Комиссарчиком и депутатом законодательного собрания Владимиром Фроловым. День книги, но не простой. 28 сентября Россия отмечает День деловой книги. Отремонтируют ли дорогу на улице Химической? Что доставляет дискомфорт жителям улиц Карагандинской и Полигонной? И об одной важной находке смотрите в рубрике «Дежурный корреспондент». Приговор не вынесли, судебное расследование возобновили. Сегодня суд планировал поставить точку в деле студента Даурена Утетляева, которого обвиняют в убийстве молодой женщины, преподавателя ОГУ. Ее тело было обнаружено после пожара в одном из домов на проспекте Дзержинского весной прошлого года. Экспертиза показала, женщину сначала задушили, а квартиру подожгли. Вероятно, чтобы скрыть следы преступления. Практически сразу был задержан молодой человек, студент вуза, знакомый и убитый. Появился и мотив считать его главным подозреваемым. Незадолго до убийства девушка получила кредит, который планировала потратить на машину. Деньги находились дома. Да и признательные показания не оставили сомнений следствия. Однако позже Утетляев свою вину не признал, и на протяжении всего судебного процесса длился он почти год, заявлял, что не имеет к убийству никакого отношения. На прошлой неделе стороны высказали свою позицию в прениях, с последним словом выступил обвиняемый. Суд удалился в совещательную комнату, а сегодня судебное следствие взобновилось. Родные погибшие вступили в права наследства, и их признали потерпевшими. По словам адвоката Дуриана Утетляева Хусейна Гулиева, на окончательное решение суда это никак не повлияет, просто были соблюдены процессуальные права потерпевшей стороны. Что это может изменить? Допросит их и разъяснят им права на заявление гражданского иска. То есть в рамках уголовного дела. Будет он имя заявлено, не будет. Я еще раз говорю, для меня, как для защитника Утетляева, принципиального значения не имеет, потому что Утетляев не признает сам факт совершения им этого преступления. Соответственно, отрицая факт совершения преступления, говорить о том, чтобы признавать или не признавать какие-то гражданские исковые заявления, связанные непосредственно с тем обвинением, которое предъявлено моему подзащитному, тут не имеет смысла. Рассмотрение этого уголовного дела в суде будет продолжено в начале следующей недели. И главной теме почти вся страна против Дум-ЦЗА. Публицисты и блогеры анализируют все, что происходит вокруг пенсионной системы. Госдума приняла на этой неделе окончательную версию законопроекта о повышении пенсионного возраста. Заголосовали 333 депутата против 62. Это при том, что среди россиян, по данным социологов, по-прежнему подавляющее большинство относятся к повышению пенсионного возраста крайне негативно. Но это ни в правительстве, ни в парламенте, похоже, никого не смущает. Они даже назвали закон совершенствования пенсионной системы. Главные критерии ныне совершенной пенсионной системы – женщины будут уходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины – в 65. Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер социальной защиты лиц пенсионного возраста. Вводятся повышенные пенсионные выплаты селянам со стажем более 30 лет. На три года снижается стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. До 42 лет для мужчин и до 37 лет для женщин. Те, кто должен был уйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, смогут стать пенсионерами на полгода раньше. Вводится новый порядок индексации пенсии до 2024 года. Он позволит увеличить средний размер ежемесячной пенсии на тысячу рублей ежегодно и к концу периода сделать среднюю пенсию по стране 20 тысяч рублей. Естественно, после того, как об этом сказал Путин, она пройдет именно в том формате, в котором об этом сказал Путин. Поэтому после его выступления это свершившийся факт. Ничего другого там быть не может. И реформа идет именно по тем лекалам, которые он задал в своем обращении. И протесты, как мы видим, сдулись. В Оренбурге, в Орске вышло меньше людей в последние разы, чем в прошлые. Так что, я думаю, все, этот вопрос закрыт. Но я думаю, к тому времени, когда мое поколение будет входить на пенсию, у нас пройдет еще две пенсионных реформы. Так что, чего ждать и предсказать трудно. Ускоренное рассмотрение во втором и третьем чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста в Государственной Думе прошло по одной причине. Потому что по всей стране начались проводить массовые акции протеста. Мало того, дошло до того, что уже начались столкновения граждан, молодых людей с полицией. Это в Санкт-Петербурге, это в Екатеринбурге, это в некоторых других городах. В принципе, люди вот за это, как показала практика, массово митинговать не готовы. У нас в 2011 году за выборы были митинги больше, чем сейчас за пенсию. Ну, из чего следует, что просто общество пока что не созрело для того, чтобы на улицах решать этот вопрос. Может быть, это и хорошо, потому что именно пенсионный вопрос, как мы знаем, вызывает большие беспорядки во многих странах, там, где реформы принимались, с точки зрения какой-то общественной безопасности. Может быть, и к лучшему, что у нас прошло без уличных акций. Перед голосованием на заседании Госдумы руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов выступил с заявлением. Отсутствующие депутаты попросили, чтобы публично было озвучено о том, что они поддерживают повышение возраста выхода на пенсию. Всего по уважительным причинам отсутствовали 12 человек. Среди названных были депутаты, представляющие Оренбургскую область, Юрий Мещеряков и Владимир Шаманов. Оба были на больничном. Кроме того, Виктор Завардин находился в командировке. Разрешите мне проинформировать, что депутаты фракции «Единой России», которые сегодня отсутствуют на пленарном заседании, по уважительной причине, это 12 человек, они высказали свою позицию в поддержке данного законопроекта. Добавим, все трое. Мещеряков, Шаманов и Завардин уже пенсионеры и получают пенсии на порядок выше средней по стране. Публицист Алексей Мельников называет ситуацию пенсионным грабежом. Депутаты не обращают никакого внимания на протесты людей, не смущают их эпикеты прямо перед Думой. Ну тогда зачем вы, думцы, народу нужны, раз вы не для него работаете, а для Путина? Если вы не мнение народа отражаете, а мнение Путина? Если вы залезли людям в карман и отбираете заработанное? Вы свое отыграли. Занавес. Конечно, мне было стыдно, что, ну скажем, как Оренбургсу, что эти, так же Мещеряков представляет, интересы Оренбургского, значит, округа областного, одномандатного. И его никто не просил и не уполномачивал из жителей Оренбургской области, да он и ни с кем и не разговаривал, и никого не собирал по вопросам пенсионной реформы, потому что мнение было одно, и это мнение было понятным. Люди против пенсионной реформы, которую навязывают сегодня правительству Медведева и президент Путин. Поэтому, значит, их поведение, значит, они расписались в собственном, скажем так, в собственной, ну скажем, никчемности. И мне стыдно за всех этих депутатов. А что им вот не стыдно? Вот сегодня должен стоять один вопрос. Распустить Государственную Думу, которая не отражает интересы большинства населения Российской Федерации. 90% населения против повышения. Эта Дума должна быть распущена, и я бы принял закон. Те, кто голосовал за эту пенсионную реформу, признать их, скажем так, гражданами России, которые не исполнили свое конституционное право и более не могут занимать государственные и муниципальные должности, а также быть представителями народа, представительных органов от муниципального образования до Государственной Думы. Мы понимаем, что пенсионная реформа несправедлива. Она может быть необходима с точки зрения государственной экономики, она может быть необходима с точки зрения будущего, но справедливо ее назвать нельзя. И вопрос не в том, что депутаты, которые ее принимают, уже сами пенсионеры и все вопросы для себя решили, а вопрос в том, что зарплата депутата Госдумы, она больше средней зарплаты по стране, примерно в 8 раз, а если взять зарплату бедных слоев населения, то она больше почти в 15 раз. И вот это главная проблема. Конечно же, это несправедливо. Я не вижу большой принципиальной разницы по вкладу в общественное благо между трудом полицейского и трудом инженера, между трудом полковника и трудом хирурга. Да, с этой точки зрения то, что военным и силовикам вообще в целом сохранили выход на пенсию в том возрасте, в котором он был, это неправильно и несправедливо. Это может вызвать определенное озлобление у ряда людей, да, у какой-то части населения. С другой стороны, что мне кажется, что пенсионный вопрос, он все равно, он какой-то персональный должен быть. У нас получается, что мы всех военных, полицейских, разгвардейцев, вообще силовиков под одну гребенку взяли и сохранили их. Но между канцелярским работником какого-нибудь отдела регистрации оружия в Росгвардии и боевым офицером, который был в Осетии, был в Сирии, был в Чечне, да, разница огромная. Вот тоже, да, вопрос, почему их под одну гребенку взяли. Поэтому, да, тоже к этому есть вопросы, большие вопросы. И добавим, протестные акции и митинги против повышения пенсионного возраста все же пройдут и в эти выходные. Коммунисты Оренбуржи заявили, что выйдут к Атриуму 30 сентября, в районных центрах пройдут одиночные пикеты. В Переволодском районе полицейские задержали афериста благодаря бдительности местного охотоведа. Оказалось, оренбуржец долгое время выдавал себя за главного инспектора Российской Федерации по охране окружающей среды лесного и охотничьего хозяйства по Приволжскому федеральному округу. По предварительной информации, мужчина с явно актерскими данными ловил браконьеров, составлял липовые протоколы, а за решение вопроса требовал деньги. Охотоведов пугал проверками и жалобами и просил их давать лицензии на охоту. Фальшивый инспектор по охране окружающей среды лесного и охотничьего хозяйства по Приволжскому федеральному округу курсировал по районам области. Козырял удостоверением, фамилиями, говорил, что он на задании. Однако у охотоведа в Переволодском районе возникли подозрения. После своего личного расследования он выяснил, что мужчина никакой не проверяющий, а работает менеджером в автосалоне. Тогда вместе с полицейскими он решил разоблачить афериста. Разговор с ним записали на диктофон. Главный господарственный инспектор России за операцию по охране окружающей среды лесного и охотничьего хозяйства по Приволжскому федеральному округу. У меня по Приволжскому району, а у вас по всему округу. Вам лицензии надо, да? И тогда уже никаких жалоб не будет. Стопроцент, что-нибудь. Нет, мы их просто все прикрываем и все. Вы можете не переживать. Ну лицензию вам прям кровь из носа я должен сделать, да? Ну, если есть возможность, конечно. Нам косули, нам они не нужны. Нам вообще не интересует нисколько. Нам только банда. Зачем косули, пускай живет она. А если что-то забудем, вы там по своим свидетелям все? Да, мы сразу загружаемся, уезжаем. Как бы вы здесь вообще не по делу. Сегодня в телефонном разговоре охотовед рассказал, что этот якобы инспектор вымогал у него лицензии. Он у меня начал вымогать лицензию на копытных животных. И когда я ему стал говорить, что пока у меня ничего нет, он начал писать на меня там, как будто жалобы какие-то ему поступили. Эти жалобы пока держат у себя в столе, но даст им ход. С этим я пошел к министру лесного охотничьего хозяйства. Сергей Васильевич меня выслушал, позвонил в Переволодскую прокуратуру, и тут все завертелось. Со всей области от охотоведов поступают звонки всякие тревожные, что какой-то тут ездит министерский проверками. Он мне потом позвонил, говорит, я приезжаю в Переволодский район с проверкой. Вам либо работать, либо не работать дальше. Решайте сами. Если со мной сотрудничать не будет, значит, я жалобу пускаю в ход, и вы не работаете. Ну, на тот момент я уже знал, кто он такой. Он работает в автосалоне менеджером, там у него есть в интернете и фотографии его, и телефоны служебные. Он талантливый актер. Знаю из ранее собранных фактов, что в Тюльганском районе 750 тысяч он с нефтяников забрал, поймал их на браконьерстве, составил глиповый протокол. Чтобы им не светиться, люди серьезные, они ему выплатили стоимость этого лося на его личный счет. Он этот протокол потом порвал. Что самое интересное, тот, кто выдавал себя за инспектора по охране окружающей среды лесного и охотничьего хозяйства, в 2015 году сам попался на браконьерстве в Сыракташском районе. Сюжет об отстреле косуль тогда снимали наши коллеги. Услышал, что они на снегах подъедут, я поднялся в посадку, встал, смотрю, они косуль по полю гонят. Но одну я не видел, как они убили, а две они при мне положили. Но я не успел к ним подъехать, чтобы остановить. Тогда суд Сыракташского района признал виновным мужчину по статье незаконная охота. Но мужчина был освобожден от наказания в связи с амнистией в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. По информации, собранный охотоведом, предприимчивый мужчина ранее выдавал себя за сотрудника службы безопасности. Сейчас полицейские проводят проверку, изъятые документы, направленные на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители просят всех, кто пострадал от действий подозреваемого, обратиться в полицию. Мы будем следить, как дальше будет развиваться эта история. С поклонами и экскурсиями, не обращая внимания на удобство горожан. На этой неделе город посетил новый полномочный представитель президента Игорь Комаров. Бывший руководитель автоваза, руководитель Роскосмоса инспектировал веренную вотчину. А руководители этой самой вотчины старались, показывали только масштабные проекты. Набережную, новую дорогу и одну из самых красивых детских площадок. Правда, о людях тоже не забыли, постарались их отправить подальше от представителей власти. Видимо, чтобы лучше посмотреть объекты. Уже традиционно о том, что в Оренбурге высокий гость, большинство горожан узнают, когда не могут подъехать к работе, простаивают в неожиданных пробках и когда много патрулей на улице. Визит Игоря Комарова не стал исключением. Чтобы показать набережную, за два часа эвакуировали машины с переулка Дмитриевского. Мешали, наверное, горожане рассматривать скандальную красоту. Спуск был безлюден. Затем, как показывали детскую площадку на улице Чкалова, следили местные жители. Например, наш коллега, журналист Александр Котов, сначала наблюдал за внезапно появившейся охраной во дворе, затем, как никого не пускали на детскую площадку, но всё изменилось, когда прибыл он, полпредпрезидента. Никого не пускали сначала, а потом вдруг появились дети и с бабушками, и с мамой. Перекрывать улицы и создавать гостю максимум комфорта, жертвуя другими, традиция и менталитет – это одна причина. Высказали наши эксперты и другое предположение. Это исключительно забота о себе со стороны областного правительства. Любой визит федерального чиновника в Оренбург – это так или иначе представление. Так же, как любой видит областного чиновника в район, в территорию – это тоже представление. Ну, это, я даже не знаю, как это объяснить, это какая-то российская традиция. Люди, которые живут в городе, к этому относятся, ну так, с небольшой усмешкой. Но от этого тоже никуда не уйти. Всегда так было. 70 лет при Советском Союзе так было. И в дореволюционной России было совершенно то же самое. Поэтому, мне кажется, это уже наше. Такое наше, от которого не уйти. Последний глоток воздуха. Вот все, что происходило с приездом Комарова – это желание нынешних правителей Оренбургской области максимально повлиять на только, не только полномочного представителя Комарова, а через него повлиять на то, чтобы сохранить свои должности, свои места и продолжать всю ту же политику в Оренбургской области, которую они проводят в течение этих восьми лет. Власть показывает самое перед собой, что якобы она работает, что якобы она делает очень большие дела. В это время, по данным налоговой службы, это официальные данные, которые поступили в законодательное собрание, на начало года в стадии банкротства находились 489 крупных предприятий, организаций Оренбургской области, а уже на 1 августа 617 процедурей банкротства. В этой вертикали, да, ГФИ, приемный президент, региональное полпредство, администрация, она пока из реальности не выпала. Они в курсе, как живут люди, что происходит, какие дороги, какие площадки. Ну, на мой взгляд, совершенно им не обязательно ездить по городу, заезжать в какие-то гетто, смотреть на уничтоженные там качели и разбитые дороги, чтобы понимать, что не везде все хорошо. Они и так это прекрасно понимают. В том же Новгороде, где сидит полпред, скажем тогда, дороги хуже, чем в Оренбурге. И инфраструктура с площадками гораздо хуже, чем в Оренбурге. Поэтому видел он их худше. Я думаю, что совершенно не обязательно ему смотреть это все, ездить и смотреть. На первой экскурсии с особой гордостью чиновники показывали так называемое «лицо города», обновленную в рамках федеральной программы «Кофортная среда» набережную. Показывали, что успели сделать и что еще предстоит. Но при этом, скорее всего, умолчали, как регулярно со стороны горожан сыпьется обвинение в адрес строителей, главного архитектора, да и в целом в адрес руководства города. И сложно сказать, что это беспочвенно. Ее открывали дважды, несколько раз переделывали, меняли детали, покраску. Уже вложили больше 60 миллионов рублей. Но на самом одиозном проекте все равно остаются трещины, собирается вода и сильно пачкается покраска. Последние изъяны фиксировали горожане и выкладывали в соцсеть в течение этой недели, сразу после первого осеннего дождя. Прокуратура тоже заинтересовалась. Те ли материалы использовали строители при реконструкции набережной? И почему оплачивались работы раньше их завершения? Сейчас в Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ряд СМИ в эти дни сообщали об обысках в строительной компании «Скип». Правда, ее руководитель, депутат городского совета Владимир Курников отрицает визит полицейских в офис. А впереди ищут траты на склоны. Это 100 миллионов рублей. Горожане же тем временем с горечью говорят, что вряд ли удастся надолго сохранить лицо города в чистом виде. Здесь катастрофическое наложение миллиона некомпетентностей друг на друга получилось. Набережная – это главный объект города, любимая всеми Беловка, центр, можно сказать, внимания. Когда там начали делать ремонт, городская администрация этот ремонт сделала центром центра внимания, рассылая релизы, свозя туда журналистов, показывая, рассказывая безостановочно. Я думаю, что телезрителям, может быть, это незаметно, но коллеги журналистов согласятся, что в какое-то время от темы набережной захотелось спрятаться под кровать просто и не выходить из-под нее. И при таком колоссальном внимании действительно набережная сделана, мы понимаем, не идеально. Ну, наверное, в те сроки, при тех законах о торгах, которые есть, и при том уровне подрядчиков, которые сегодня в Оренбургской области есть, и при том количестве денег, которые на нее выделили, ну вот, на мой взгляд, по-другому, наверное, сделать было нельзя. Наверное, сложности по спуску в реке Урал были запрограммированы с самого начала. И то, что происходит сегодня с главой города Оренбурга Раповым, когда в администрации города, по слов следователей, устроена была система сбора податей, откатов, за каждый земельный участок под строительство жилых домов, то как мог в этой ситуации, скажем так, госзаказ и тендер на получение федеральных денег по реконструкции спуска к реке Урал быть по-другому? Этот результат, он нам бросается в глаза, потому что, если бы вложили все деньги, как они были положены, как это было первоначально, значит, принято по договору, и они бы выполнили его, как планировали, до 15 ноября прошлого года, и сдали бы этот объект, они, значит, тянули до зимы, а потом весной опять начали. Это такая наглость, не только главы бывшего главы, я по-другому не могу сказать, значит, Арапова, но и губернатора Берга, потому что он был там неоднократно, он смотрел это все, и он дал оценку работы в апреле этого года команде главы города только положительно, и сказал им большое спасибо. А я им сказал совсем иные слова. Сейчас сделаем паузу, пройдет короткая реклама, и мы вновь вернемся к новостям. И мы продолжаем выпуск. Виновным в выбросе газа под Бердянкой признали мастера Буровой. Оренбургский районный суд вынес приговор по уголовному делу о загрязнении атмосферы, повлекшем по неосторожности причинение вреда здоровью людей. Речь идет о событии 20 сентября прошлого года. Тогда в Бердянке нефтесодержащая жидкость разлилась на площади в 20 квадратных метров. За медицинскую помощь в тот день с отравлением обращалось 28 человек, в том числе два десятка детей. По версии суда, Бузулухская нефтесервисная компания проводила работы по капитальному ремонту скважины. Произошла разгерметизация утечек, однако мастер, контролировавший проведение работ, необходимых мер к ликвидации аварии не принял. Это и привело к выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Специалисты фиксировали превышение ПДК по сероводороду в 12,5 раз, а врачи, в свою очередь, констатировали причинение 21 ребенку легкого вреда здоровью. Мастер свою вину признал полностью. За содеянную он заплатит 150 тысяч рублей. Такой переговор вынес Оренбургский районный суд. Водители автобуса отстранили от работы, а пострадавшие пассажирки врачи прогнозируют долгое лечение. Напомним, в прошлое воскресенье под колеса дачного автобуса 182 маршрута попала пенсионерка. Она выходила из автобуса, водитель ее не заметил и тронулся с места. Женщина выпала из салона, ее нога попала под колесо. Сейчас медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Речи о выписке пока не идет, заявил заместитель главного врача городской больницы номер 4. А в отношении водителя решается вопрос о привлечении к ответственности. С течения трагических обстоятельств, так о ЧП говорят транспортном предприятии, вины с водителями никто не снимает, но предугадать маневр пассажирки, груженный богатым дачным урожаем, шоферу было непросто, говорит руководитель предприятия. В связи с тем, что она вышла с сумкой, водитель для себя какие-то сделал выводы, то есть сложил, что она уже, ну, как пассажир покинула. Она вернулась забрать оставшиеся вещи, и, к сожалению, она попала под колеса. 12 тонн прокатились по ноге дачницы. На больничную койку 4-й горбольницы женщина попала 5 дней назад. Позади несколько операций, но о выздоровлении говорить еще рано, констатируют медики. А именно от тяжести, причиненном вреда здоровью пассажирке, будет зависеть ответственность водителю, уточнили в ГИБДД. По факту ДТП возбужденного дела, назначена судом от экспертизы. Если она сделает вывод о средней степени тяжести, то водителю с 27-летним стажем грозит от штрафа до 2 лет лишения водительских прав. Если все же будет установлен тяжкий вред здоровью потерпевшей, то по статье Уголовного кодекса ему грозит до 2 лет лишения свободы. Тем временем на предприятии вновь делают выводы. Случай действительно не первый. Мы делаем все, чтобы случаев таких вообще не было. Искоренить это человеческий фактор не от нас зависит. Проведены инструктажи соответствующие. Данный водитель временно отстранен от управления транспортом. Его направили на дополнительную проверку его знаний. Воскресный инцидент – типичный страховой случай. Компенсацию пострадавшей пассажирке оплатит страховая компания, добавил Сергей Касьянов. Бороться с ними все тяжелее, а сами нелегальные охотники придумывают все более заощренные способы убийства животных. Охотничье сообщество обратилось к законодателям с петицией с просьбой внести поправки в Уголовный и Административный кодексы. Новые современные гаджеты, которые используют браконьеры, не оставляют животным ни одного шанса выжить. Первые упоминания об ограничениях во время охоты относятся еще к средневековью. Правила были установлены в Европе и уже тогда их регулярно нарушали. Сегодня браконьер – это оснащенный современным оружием и оборудованием человек. Шансов уйти от него у животного нет. Чаще всего это обеспеченные люди, которые могут позволить себе тепловизоры, пламя-гасители, современные снегоходы. А незаконная добыча дичи превращается в развлечение, где зверя банально убивают и не обязательно оружием. Снегоход, но это больше загоняет, наверное, животное, да? Причем стали загонять уже без оружия, используя сильную технику, скоростную. Животное сибирской косули, допустим, или кабана, он же беспомощный в этот момент. Когда высота снега достигает 40-70 сантиметров, животное беспомощное. Они могут даже догнать и убить, зверски убить животное палкой, всем то, что, как говорится, можно. На такую охоту, как выяснилось, ходил и экс-глава города Юрий Мечеряков. Он описывает ее в своей книге «Судьбой наедине». Рассказывает, что был там по приглашению знакомых. На зверя охотились с помощью снегоходов. И вот некоторые воспоминания, которые в своей книге описывает Юрий Николаевич. Все происходило в Олегском районе. Мы выехали туда на снегоходах. Оттуда мы стартанули по полям и стали гоняться за лисами. Я поразился тогда, что доведенная до отчаяния лиса, понимая, что сил уйти от преследования ей не хватит, разворачивалась и бросалась на снегоход, идя на верную смерть. И далее. На обратном пути нам навстречу вышла стайка косуль. И все мои товарищи-охотники дружно дали газу и ринулись на них. Подъезжаю, и передо мной открывается такая картина. На снегу лежит косуля, а ее передней лыжней придавил снегоход. Я допускаю охоту для каких-то сельских жителей, для которых это жизненная необходимость в вопросах безопасности или в вопросах пропитания. Но охоту как развлечение я, в принципе, не воспринимаю. Для меня это как-то немножко неприемлемо. Но в целом же проблема есть. И проблема есть в том, что у нас, в принципе, во всех охотничьих, лесных, водных, рыболовецких кодексах такой бардак и такая неразбериха, что даже матерые охотники, которые по 30 лет ходят в лес с ружьем, временами ошибаются, не понимают, где можно, где нельзя, как можно, как нельзя. Ну, а тепловизор – это, на мой взгляд, как, я не знаю, как электроудочка или там рыбалка с сетями. Я буквально приехал на днях с Байконура. И я спросил, вот знаете, я вижу на картинах, значит, сайгаков. А где они сейчас? И мне говорят, нету больше сайгаков в Казахстане. Все уничтожены, все отстрелены. Массовый отстрел проходил. И сегодня шейх Эмиратов завез цайгаков на территорию Казахстана в закрытые зоны для того, чтобы их размножать. Вот я боюсь, что на территории Оренбургской области при бездействии Министерства лесного и охотничьего хозяйства был Танких, сейчас там Морозов, вопрос понятный и тогда и сейчас. При отсутствии фактически необходимого количества лесников, охотоведов, которые должны за этим очень серьезно следить, я боюсь, что в Оренбургской области мы придем к ситуации, когда и зайца не найдем на отстрел. Вот для охотников я имею в виду. Лисицы не будет. Поэтому я категорически против того, чтобы применять тепловизоры. Надо принимать закон и запретить применение тепловизоров для охотников. Причем штрафы должны быть не менее 50-100 тысяч. А теперь о том, что волнует оренбургцев сегодня. Глина, оставшаяся после ремонта, доставляет неудобства горожанам в восточном поселке. Будет ли проведен ямочный ремонт на улице Химической? И об одной важной находке далее расскажет наш дежурный корреспондент. Между улицами Карагандинской и Полигонной вдоль домов 2, 4 и 6 людям некомфортно ходить. Оренбуржцы рассказывают, что после ремонта на улицах осталось много глины. Она прилипает к обуви и разносится дальше по району. К сожалению, выяснить, в связи с чем производились работы, нам не удалось. Но по некоторым данным, работа проводила компания Вымпелкоммуникации. В администрации города ответили, что в ближайшее время с этой проблемой постараются разобраться и всю грязь уберут. На улице Химической в районе конечной троллейбуса номер 2 движению автомобилистов мешают ямы, находящиеся на дороге. Совсем недавно там же установили лежачего полицейского. Один из оренбургских водителей возмутился, мол, почему дорожную конструкцию установить смогли, а ремонт дорог не делают. В мэрии сообщили, что эта улица входит в программу по улучшению дорожного покрытия. Правда, все упирается в деньги. Будет финансирование, то и химическую не обойдут стороной. Еще есть надежда у чиновников на ремонт в этом году. И новость для Филиппова Алексея Владимировича. Его водительское удостоверение было найдено в наркологическом диспансере на улице Невельской. За контактами внимательного оренбуржца вы можете обратиться к нам в редакцию. Не забывайте о том, что и ваши новости нам интересны. Делитесь своими событиями, оставляйте заявки по номеру, указанному на экране. День деловой книги. Этот интеллектуальный праздник отмечают сегодня в России. В современном динамичном мире деловая книга – это то, что за короткое время может принести максимум пользы для читателя. Такая литература полезна тем, кто хочет построить успешный бизнес, продвигаться по карьерной лестнице и самосовершенствоваться. День книги учредили совсем недавно, в 2015 году. Но этот праздник не только напоминает нам о таком роде издании, но и служит отличным поводом вспомнить о книге как таковой. Сегодня мы узнали о оренбуржцев, сколько свободного времени они тратят на чтение и самое главное, что читают. Как оказалось, безоговорочным лидером среди писателей стал Лев Николаевич Толстой, а «Война и мир» и Анна Каренина – романы, к которым многие возвращаются и перечитывают. Были и те, кто отдал свое предпочтение современной прозе. Но все оренбуржцы сходятся в одном – времени на чтение книг категорически не хватает. С недавних пор только начал. Люблю, но, к сожалению, раньше этим не занимался. Я очень жалею. Последний произведение «Спаси меня» Роман Гюсо и тренер книга. Даже не вспомню, представляете, стыдно сказать. Времени нет. Кришнерского. Книга «Фил Найт», это «Продавец обвин» называется. Нет времени. Я уже не помню книжку по психологии. Раньше много читала, сейчас меньше времени свободного. «Волк равнин», «Коннен гульден». «Война и мир» Ивана Николаевича Толстого. Не, ну из книги я уже давно ничего не читала, потому что у меня все дети. А так вот вообще люблю «Войну и мир». Не люблю читать, что ли? Нет. Сейчас уже нет. Раньше читала. Как-то сейчас времени очень мало, но вообще раньше очень любила читать. Недавно перечитывала Толстого. Вот что-то прям так мне захотелось. Прям вот Анну Каренину снова перечитала. Желаю вам интересных познаний. Черпайте информацию из удобных источников. Наши новости, например, вы можете смотреть не только в телевизионном эфире, но и на канале в Ютубе, на официальных страницах соцсетей. Что ж, а эту неделю мы завершаем. Впереди новое. Будут известны результаты экспертизы по факту отравления в кафе. А еще будем поздравлять пожилых людей и педагогов. До встречи в эфире. В ближайшие сутки в Оренбурге облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от умеренного до порывистого. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла. Днем в пределах от плюс 14 до плюс 19 градусов. В Оренбурге завтра облачно и с прояснениями. Погода будет наблюдаться без осадков. Ветер западной четверти умеренной. Ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Днем плюс 17, плюс 19. Субтитры подогнал «Симон»